Сегодня будет представлен результат многолетнего опыта, в том числе десятилетнего опыта работы на телеканале «Радость моя», но и последующего опыта, и педагогического, и авторского, и творческого. Здесь будут представлены мультимедийные пособия для воскресных школ, которые были разработаны сотрудниками творческого коллектива телеканала «Радость моя». И также учебно-методический комплект «Жизнь и учение Господа Иисуса Христа». Но в самом начале нашей встречи, таким вот как бы смысловым ядром этой встречи, будет являться открытый урок по материалам новой книги. Она вышла год назад в издательстве Никея. Книга называется «Священная история от Адама до меня». Это такая вот современная детская Библия. Но, правда, у нее есть ряд отличий. Например, события в этой книге доводятся до наших дней. Последняя глава книги называется «Сегодня». И главной такой вот идеей этой книги является то, что библейская история завершилась 2000 лет назад, но священная история продолжается по сей день, и мы являемся героями этой истории. Вот. По этой книге был снят анимационный фильм. Есть в Ютюбе, можно его посмотреть при желании. И вот по этому мультфильму будет проходить открытый урок с детьми. Я уже не первый раз приезжал в Гродненскую епархию и с пособием в жизни учения Господа Иисуса Христа, с пособиями дорогой к храму, закон Божий, историю Ветхого Завета. Педагоги знакомы, уже используют. Даже вот сейчас я видел, люди общались между собой и говорили, вот это у меня есть, вот это я уже поэтому преподаю, это очень отрадно. Вот. Ну, я надеюсь, что все равно еще много нового люди сегодня узнают и смогут прийти, использовать в своей педагогической деятельности. Вот какие сегодня, наверное, современные особенности, как, наверное, заинтересовать и родителей в первую очередь, чтобы подать такой материал, как Евангелие, как донести его для детей, как заинтересовать. Вот можно кратко так, из своего опыта, да? Ну, самое главное, это показать, что то, что говорилось, то, что было записано учениками Спасителя 2000 лет назад, имеет непосредственное отношение к нам сегодняшним. Вот, например, вот у нас в следующей неделе будет Страстная, мы будем вспоминать события этой недели, и в том числе будем читать Евангелие, в которой произносятся слова гексиманской молитвы Господа, когда Господь молится Богу Отцу о своих учениках, он очень важную вещь говорит, он говорит, я молюсь не только о них, но и о верующих по слову их. То есть сегодня это мы, это те, кто поверили по слову учеников Христа, учеников апостолов, и в этих словах еще звучит очень важное послание. Эти слова говорят о том, что следующие поколения будут верить или не верить во Христа уже по нашему слову. Вот сейчас мы являемся тем звеном в этой цепи, в котором лежит такая большая ответственность. Вот, как интересно преподнести детям Евангелие, это немножко другой вопрос. Помимо того, что мы должны показать, что это имеет отношение к ним, к их сегодняшней жизни, мы должны еще это сделать в увлекательной форме. Да, вот нынешние дети несколько избалованы в этом смысле, да, они много смотрят голливудских фильмов, они читают комиксы, да, у них немножечко перестроилось мышление относительно даже вот предыдущего поколения, поколения их родителей. Вот, это, не надо этому потакать, но это надо учитывать. Вот, например, пособие жизнеучения Господа Иисуса Христа, оно построено в таком вот полиформатном виде. Там нету такого вот линейного повествования, когда вот есть текст урока и там есть к нему задание. Там помимо текста урока есть коротенькие статьи по теме урока, есть еще дополнительные там тематические развороты, иллюстрации, там еще что-то, еще что-то, еще что-то. И, конечно, очень важно, как продуманы задания в рабочей тетради. Есть творческие задания, есть игровые формы опроса, есть прям даже настольные игры, например, есть игра в морской войне, но у этой игры есть одна особенность. Каждый корабль символизирует собой какую-то страсть. Например, четырехпалодник – это самое главное. Наша страсть – это гордость, трехпалодник – это уныние, зависть и так далее. То есть мы помогаем ребенку в игровой форме, да, как бы понарошку, но поговорить об очень важных вещах, потому что ребенок именно в форме игры узнает окружающий мир. Для ребенка игра – это не какое-то легкомысленное времяпрепровождение, это его способ познания мира. Это тоже мы должны учитывать, не имеем права пренебрегать таким вот положением вещей. Спасибо, Господи.